Проект Литрес Чтец. Аля Кьют. Игра окончена. Читает Екатерина Булгару и Роман Попов. Глава первая. Ошибка. Соня. Сидя на высоком стуле, напротив панорамного окна, я смотрю на улицу и в очередной раз понимаю, как люблю Питер. Особенно сегодняшний Питер с его мягкой, тёплой зимой, без пуховика, в котором, похоже на дирижабль, с зелёными газонами и дождями вместо пурги. Как же приятно побродить по городу, наслаждаясь теплом, а потом зайти в уютную кофейню и ждать подругу. Наташа пробегает мимо и замечает меня за столом. Она прикладывает ладонь к стеклу в знак приветствия, а я машу ей, расплываясь в улыбке. Меня радует всё. Ну или почти. Расцеловав Наташу, я тут же ощущаю лёгкий укол зависти. Она выглядит слишком хорошо, и это значит лишь одно. Светишься. Ставлю я диагноз подруге. У Лёши ночевала. Так заметно? Наташа прижимает ладони к лицу, но я прекрасно знаю, что ей не стыдно. Мы вместе приехали покорять Питер. Обе поступили и учились в одной группе на юридическом. Но на этом моя удача закончилась, а Наташкина только началась. Она почти сразу закрутила роман с выпускником. Сегодня её бойфренд Алексей Белов учился в магистратуре и работал в самой известной адвокатской конторе Петербурга. Он был влюблён в мою подругу по уши. Речь часто шла о свадьбе. Разумеется, я немного завидовала и не скрывала это. Наташа заказывает кофе и садится со мной рядом. «Надеюсь, ты не занята сегодня?» Спрашивает она, снимая губами пенку с капучино. Я смеюсь. «Сегодня нет. У меня же стажировка с понедельника. Завтра я буду отсыпаться и готовиться ублажать Бельского». «В каком смысле?» — двигает бровями Наташа. «Мои глаза закатываются, и я даже немного обижаюсь на подругу. Не в том, который сияет на твоей физиономии после ночи с Беловым. Брось, сов, я же пошутила. Поехали сегодня к Лёшке на вечеринку. Его родители улетели на Мальдивы. Весь дом наш. Он друзей пригласил. И Костю. Помнишь?» «Я кусаю губу, потому что помню Костю, друга Лёши. Его сложно забыть. Высокий блондин с пронзительным взглядом. Мои пальцы стучат о высокий стакан латте, пока я вспоминаю, как мы познакомились. Костю я помню. А ещё помню, что он меня поцеловал и не звонил потом. Так что...» Я развожу руками, но Наташу это не останавливает. Она вздыхает и выдаёт мне тайну. У него тогда девушка была, но на днях они разошлись. Это всё объясняет, конечно. И моментально у меня нет повода отказаться от вечеринки. Разве что одежды подходящие не найду. Но этот вопрос моментально решает Наташа. «Поехали к нам. Я тебе одолжу потрясающее платье. Костя только тебя в нём увидит. Забудет не только бывшую, но и всех женщин на свете. Этот аргумент лишает меня силы и желания сопротивляться. Я и так не была против весёлого отдыха. Разве что немного страшно отправиться в дом родителей Алексея. Люди несостоятельные. Даже богатые. И друзья у бойфренда Наташки. Все на него похожие. С другой стороны, на юрфаке таких случайных зубрил, как мы, одна-две. Все остальные — коммерческие или по договорённости. Я за два года привыкла к мажорам. А ещё поняла, что никто и никогда мне не поможет. Если сама не постараюсь, не вылезу из кожи вон, то упущу все лучшие возможности, которые предоставил мне университет. Именно так я попала в число претендентов на должность стажёра Сергея Бельского. Он был одним из основателей той самой конторы, где сейчас работал Наташкин Лёша. За саму должность я должна была бороться ещё с тремя претендентами. Всё весну и лето мы должны будем варить бельскому кофе, мотаться по судам и ментовкам, грызть друг другу глотки. И, может быть, Сергей Александрович возьмёт одного стажёра, чтобы теперь уже сольно исполнять все обязанности курьера, официанта и домработницы самого маститого адвоката в Питере, а может, и в России. Я до сих пор не верила, что попала в число избранных. Отличная сессия и впечатляющая курсовая обеспечили блестящую возможность и одновременно головную боль. Уже в понедельник меня ждёт Бельский. С понедельника можно забыть о развлечениях. С понедельника я буду учиться и работать. Если повезёт, то иногда спать. Поэтому уже через полчаса мы с Наташей в её квартире. И я примеряю платье. Сегодня последний день, когда я могу веселиться. Достаточно простое, но эффектное красное маленькое платье Наташи садится на меня идеально. Подруга хмурится и говорит. «Кошмар какой! Оно тебе идёт больше, чем мне!» Я тянусь к молнии, полагая, что это намёк снимать, но Наташа тут же машет руками. «Нет-нет, пойдёшь так. Ты в нём как куколка, Софик. Сейчас ещё немного туши и теней. У Кости нет шансов». Хихикая, я киваю. «Ты всё ещё девственница?» Спрашивает Наташа, пока рисуют мне глаза. «Ну да». Отвечаю я тихо. «Хорошо, что мои веки прикрыты, и я не вижу её. Невинность — не приговор, но мне всегда как-то неудобно, почти стыдно. В свои 20 лет я имела тесные отношения только с хрестоматиями и учебниками. Я мечтала поступить на юридический, сделать карьеру. Поэтому с личным у меня так себе». Какое-то время мне казалось, что школьный и выпускной будет хорошим поводом избавиться от девственности. Потом университетские вечеринки, дни группы. Я вроде не была изгоем Зубрилы, но интерес у однокашников не вызывала. Возможно, нужно было расширить круг знакомств. Но на это у меня не было времени. Я училась, а не искала жениха. Правда, Наташка тоже не искала. На неё Лёша свалился сам. И учиться ей теперь не очень хотелось. Так усердно, как мне, конечно. Скорее всего, они с Беловым поженятся, и он позаботится о её карьере, устроит куда-нибудь в приличное место или посадит дом рожать детей. У Лёшкиных родителей наверху три спальни, одна гостевая. «Костик, правда, спрашивал о тебе», — говорит Наташа, продолжая колдовать с тенями. Я смеюсь, не скрывая неловкости. «Наверное, это мой последний шанс. После стажировки у Бельского превращусь в ту самую стерву с железными яйцами. И ни один мужчина не отважится ко мне подкатить». Наташа тоже посмеивается, но потом говорит очень серьёзно. «Знаешь, не обязательно спать с ним только потому, что у тебя в понедельник первый день у Бельского. Но вообще, я бы не теряла такую возможность. Когда ещё случай представится?» «Вот-вот. Любовь, отношения, романтика. Это всё прекрасно, но чушь. В реальности у меня койка в общаге, гранит науки и битва за стажировку. В эти условия сложно втиснуть секс, тем более что-то серьёзное. А вот оставаться старой девой мне совсем не хочется. И раз уж Костя обо мне спрашивал, я не собираюсь на него вешаться, конечно, но возможность близкого знакомства в гостевой спальне не исключаю. «Вау!» Выдыхаю я, когда Наташа заканчивает, и можно оценить прическу, макияж и наряд в высоком зеркале. «Да, кивает она за моей спиной, но всё равно немного пусто и слишком откровенное декольте. Давай узкий шарфик добавим. Они были в моде сто лет назад. Я морщенос, но тут же жалею о глупом пренебрежении. Наташа шарфик больше похож на длинную плетёную фенечку и идеально заканчивает мой образ. Мода — это одно, а стиль совсем другое. Я его покупала летом в Стамбуле, но мне не идёт, а тебе идеально. Дарю. И платье тоже. Конечно, я пытаюсь отказаться. Конечно, у меня ничего не выходит. По дороге к посёлку я перебираю кисти шарфика, почти ласкаю плетение пальцами. Волнение и предвкушение учащают пульс. Когда мы подъезжаем к дому, я снова потрясённо выдыхаю. Большой просторный коттедж, два этажа башенки, флюгер, высокий забор и ворота, у которых остановилось такси. Нас встречает сам Лёша. Он распахивает калитку, хватает за руку Наташку, а потом и меня. Софико, красота моя ненаглядная, ты приехала. Слишком уж как-то радуется Алексей. А ты ждал меня? Отчаянно, ночей не спал, мечтал о тебе. Придурок. Смеюсь я на его кривляние, оглядываясь. За забором оказывается не только дом, но и сад, бассейн, который пока ещё закрыт, гараж и флигель. А ещё на крыльце курит Костя. Высокий, светловолосый, кажется симпатичный, но не настолько, как я помнила. Очевидно, разрыв пошёл ему не на пользу. Из дома вываливается толпа гостей. На самом деле пять. Три девушки и двое парней. Тоже покурить. Они так громко разговаривают и смеются, что создают эффект толпы. Лёша подталкивает нас к дому. Знакомиться потом. Пошли веселиться. Зовёт он. По дороге я киваю Косте, потому что он смотрит на меня, не сводя глаз. Едва я поднимаюсь по ступеням, то вижу, как он тушит сигарету и идёт за нами. Именно его руки ложатся на мои плечи, чтобы снять пальто.